всем привет я сегодня снимаю видео продолжение несколько дней назад я вам показывала презентацию новых моих растений вот это мауди некоторые его назвали жирафчик это круто такое название далее жир вас жирафчик так с красивыми листиками вот смотрите как я его расположила я постаралась подсыпать ему вот в этот горшочек вот этот стеклянный горшок я ему постаралась ой у нас прошу за звук тут сигнализация на машине сработала постаралась отсмотреть взяла мелкий керамзит промыла его и для того чтобы мне вот этот маленький горшочек он у меня сильно туда не плюхался вот не падал я всегда так делаю выбираю объем горшка в узком уровне керамзитом и вот так он у меня стоит прямо на керамзите вы видели что после того как я его частично ему грунт добавляла я его полила он меня 10 минут постоял я его как раз в это время подготовила керамзит вот этот стеклянный горшочек и все я его расположила вот таким образом он у меня растет стоит цветет прекрасно мне даже показалось вы знаете что у него листики более такими плотными окрасом стали позеленели вот все таки когда растение находится в логистике когда их в темных вот форах доставляют везут это все растение естественно реагирует на отсутствие солнечного света так ну и просто дневного света теперь что я хочу сделать я сейчас хочу кстати прошло не сутки прошли а ровно двое суток на момент когда я привезла вот это вот эту минничку домой я покупала ее как т.с. я вам говорила название у этой мини орхидейки т.с. многие мне написали что есть второе название у этой орхидеи сога готрис готрис поэтому прям вот хочу подписать взяла маркер вот хочу подписать эту мини орхидею с одной стороны сога готрис с другой стороны т.с. мне написали что т.с. это англоязычное имя вот то есть никак не перевести а именно как имя т.с. что я сделала я вам сказала что вот эта орхидейка минька будет стоять у меня пока вот так видите я взяла стеклянный горшочек и для того чтобы было поступление воздуха в воздухе воздух поступал снизу я вот подсыпала керамзитик я его сейчас промыла он у меня подсох потому что все таки вот уже двое суток сохнет у меня орхидейка вот эта набита вот даже вот эту сложно достать видите как набит грунт а тут какие-то липкие пятна нехорошие прям совсем сейчас я ее буду протирать вот смотрите видите они такие размазанные по поверхности то ли знаете там не такой а не знаете я его везли видно это капельки от смотрите сколько нектара на цветоносах это нектар у миничек часто такое проявление бывает именно выделение нектара по длине цветоноса ну что мы тут видим корешочки есть какие можно было бы и подрезать но к сожалению так сейчас я пойду возьму секатор он у меня тут рядышком и сейчас мы с вами все сделаем подрежем помоем листочки принесла я смотрим что тут нужно удалить но вот давайте поближе буду показывать вот эти сухие корешочки прям от шеи он тут идет смысла его сохранять нет он не рабочий и он такой очень сухой но нужно это делать предельно аккуратно крайне аккуратно все главное чтоб она мне не навернулась одно одной рукой неудобно мне конечно вот этот немножко подрезаем потому что вот видите сухарик на краешке смысла нет но подрезаю не до живой ткани а оставляю буквально пару миллиметров сухой ткани здесь та же самая картина вот так мы подрезаем ну все тут какой-то был старый цветоносик вот остался я его чуть-чуть укорочу он сухенький кстати сухой да так вот смотрите здесь немножко поджелтевший листочек но это никакая не гнильший ни в коем случае ни в коем разе вот смотрите вот на месте подгнившего корешочка такого не знаю подгнившего подсушенного корешочка темная но я трогать это место не буду вообще я так понимаю что это все в принципе в пределах разумного и вот этот процесс на корне он был в свое время в свое время благополучно остановлен ну может быть самим растением или как-то так вот условиями в которых находилась орхидея вот поэтому там нет повреждения там ткань очень хорошая единственное что вот этот вот он видите как немножко у него вот бывает как обычно когда идет гниение шеи листики как правило они никогда не сморщены они моментально становятся желтыми но одновременно в прекрасном тургоре никакой вот никаких изменений изменений вот таких вот подсушенных прожилок на листьях даже близко нет знаете как иногда я делаю иногда если меня вот допустим вот этот вот да процесс на шейке немножко вот он смущает я могу чуть-чуть просто отодвинуть листочек вот этот вот вот так чуть-чуть отодвинуть и посмотреть что там под корнем к сожалению прям вот надо было не всегда предус знаете как не всегда понятно какой инструмент с собой взять чтобы вот нам было зубочистку взять я ее не взяла еще с этой штучкой попробую отодвинуть нет там даже вот все хорошо там даже не отодвигается чистая ткань под ней все я даже не знаю как вам показать сейчас сейчас я свет опять вам включу да будет свет смотрите вот видите я вот так убираю немножко и она там чистая чистая ткань вот она все чистенько вот я видите уже сняла вот кусочек там все чистенько я даже трогать не буду все хорошо я это корень удалила и все так дальше что я буду делать вот этот листочек у нас получается завернут видите я его сейчас достану посмотрим что там под ним ага я его знаете что я его все-таки уберу этот листочек потому что он находится прям во мхе по максимуму его отрываю но по максимум у меня к сожалению не очень получается корешочки мешают сейчас сейчас мы его уберем все так далее снимаем без остатка видите вот пенечек еще торчит вон он сейчас я его достану уберу снимаем без остатка одновременно отодвигаем мох от шеи вот так вот оттуда нечего ему там делать особо я поливаю всегда вот за два дня по поверхности мох он знаете еле еле уловимо какой-то такой угадывается что он когда-то был мокрый но уже достаточно хорошо подсох потому что я надрезала вот эту упаковочную транспортировочную пленку в области нижнего уровня около шейки да вы видели вот все я сняла этот листик пенечек от листика оставшийся все видите шейка чистенькая там внутри так дальше я убираю мох ведь вот таким тупым пинцетом отлично работать потому что он замечательно нигде не царапает корни не царапает шейку растения вот так это двигаю так ну туда я уже не подлезу сейчас насколько у меня получится я убираю его и там получается у меня достаточно хорошо такое проветриваемое пространство около шеи вот я вот так все делаю работаю прям с подсветочкой чтобы вы все видели и я вот конечно естественно она сейчас цветет смысл ее пересаживать я вообще никакого тоже бутон отвалился видите но это вот когда их везут они в пакетиках пакетики маленькие и вот они вот так отваливаются вот он прям весь покрыт смотрите весь покрыт нектаром бутон весь я даже не знаю вот ловит он не знаю наверное не ловит фокус чтобы вам показать так ну в принципе все что я хотела теперь мы я сейчас буду его протирать водкой не спиртом развела это дело вот этот вот 95 процентный взяла столовую ложку спирта и столовую ложку чуть побольше водички чистенькой я вот так вот мочу листочки и поехали протирать вот что я делаю я уже много раз рассказывала показывала вот такую вот обработку именно то спиртом то водкой то бывает беру водку салициловый спирт и вода у меня идет в составе обрабатываемой жидкости я вот так все протираю хорошенько что я добиваюсь естественно это всякие ползучие кусающие особи которые бывает раз живут на растениях насекомые клещи они раз погибают от таких вот воздействий такими крутыми в процентном содержании составами вот они моментально потом это очень прекрасная профилактика грибковых и бактериальных инфекций на растения вот поэтому убиваем двух зайцев смотрите вот молодой листочек он наполовину только вот вышел видите поэтому вот молодые листочки конечно я вот этим 95 процентным спиртом ну стараюсь не протирать развожу его на голландцах протираю всегда потому что у них такие кожухи вместо листьев вот спирт очень быстро испаряется я постоянно делаю эти обработки они оправдывают себя всегда вот как правило на таких вот уже обработанных несколько раз в течение карантина когда растение находится на карантине обрабатываю растение три раза я где-то водкой салициловым спиртом разведенным до 1 к 3 1 процентный я беру очень хорошо это все оправданно оправдывает себя такие обработки и как правило на растениях никакая зараза не ползает и никаких проявлений вот видите он прямо достал очень мокрый мокрый диск прям вот все все вот так вот у меня почти почти затекает туда но быстро испаряется вот так я дую испаряется быстро не успеет затечь никуда так все листики я протерла естественно сейчас вот держатели цветоносики так держатели и цветоносики все 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 протираем но естественно до цветов цветы нет я не трогаю визуально они чистейшие вот никаких покусов укусов ничего чистейшие цветы но фирма хорошая еще вот она оптифлор вот не знаю мне нравится растение от этого производителя кстати когда я сняла видео мне потом девчонки написали ирин да тоже вот покупали от оптифлор хорошего качества растения сейчас вот на цвету все ну вот так что вижу то и комментирую что называется теперь в принципе качество хорошее буду следить за этим листочком но я вам сказала видите вот он как бы подсушивается вот бог его знает но это не какое-то проявление на шее мох вот этот корешок который вот я удалила он мог что-то там вот дать или знаете вот такое ощущение что смотрите идет вот он корень который не может пробить листочек слушайте давайте-ка я сейчас попробую подснять что-то мне это дело чуть-чуть напрягает я прям аж затаив дыхание все это делаю нет там чистенько там чистенько все смотрите я убрала шелушку вот чистенько видите все я ничего не буду там делать сейчас вот так немножко спиртом водкой протру и все ну вот это я сделала теперь вы знаете сегодня ходила опять-таки думала так думаю что же мне делать мне не нравится здесь очень плотно набит мох а в ближайшее время пока она цветет я пересаживать точно не буду но не буду вот в принципе качество мне нравится и то что она в амхе мне тоже это очень нравится я вам говорила что принцип полива и выращивание растений именно фаленопсиса в амхе мне понятен вот и известен я хотела поменять единственное что ей горшок потому что в связи с тем что она так уплотнена в грунте моху но я горит как камень набит я хотела ей просто вот ее чисто механически извлечь из этого горшочка и поставить ее вот в такой горшочек он более мягкий даст знаете вот такой простор корням хотя бы чтобы они наполнились и пошли в рост хотя вот смотрите растущий корешочек вот он растущий корешочек так где-то я еще увидела растущий корешочек где я видела растущий что-то уже не вижу а в грунте я видела да в грунте так но не знаю насколько он мне увенчается успехом такое так такой замысел не знаю не могу достать я боюсь что-нибудь натворить если только мог как-то вот вот знаете он настолько упрессован что просто караул какой-то не факт не вариант что еще с ее вытащу не не буду упираться не буду а то еще что мы здесь натворю пусть она у меня пока так стоит продолжает стоять в этот горшок значит я пока ее помещать не буду если у меня получится попозже когда уже совсем подсохнет мох может быть она быстрее вылезет отсюда хотя вот смотрите видите он набит набит а тут смотрите какое окошко воздушное там вообще мха нет ладно бог с ним пусть стоит вот так все я больше с ними ничего делать не буду ни с одной не со второй не с башмаком не с орхидеюшкой так пусть у меня красота стоит значит либо тест прямо подписать хотела сейчас подпишу либо это у нас сога готрис так сога очень хочу подписать пока помню готрис вообще вы знаете вот эти соги все ну прям меня всегда удивляют а здесь я напишу тест вот так пусть будет вот у нас будет два имени у этого растения ну и все как бы вот все что я хотела вам сегодня показать вы мне написали ирин давайте показывайте что вы дальше с ними будете делать но я даже вот не планировала делать это видео но потом думаю ну ладно покажу внешне сложно в принципе я сейчас с ними и возюкалась тоби то я на камеру вам все это сняла ну вот такое мне сегодня видео вот хочу пожелать здоровья благополучия и конечно же увидимся с вами в новых видео до продолжения всех наших историй на канале с нашими орхидеюшками и всем пока пока